Ребят, всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайв. У нас с вами и разбор полетов, и комментарии. Короче, ребят, прочитала я ваши комментарии по поводу хрючева Уралочки. И поняла, что в принципе-то никто так и не готовит. А я-то думала, думаю, ну мало ли у нас в Беларуси такое варево не готовят. Думаю, ну мало ли, может быть в России такой рецепт имеется, и люди готовят такие щи, где капуста, щавель и томаты. Оказывается, это сугубо Уралочкин рецепт. Жесть! Самое смешное, ребят, что хомяки, они же сидят у Уралки на канале и записывают ее рецепты. Я вот заодно переживаю, как бы они не записали рецепт грибов, да не накрутили по уральскому рецепту. А то, знаете, страшно это все-таки. В общем, почитала я комментарии и у Уралки. Там тоже люди возмущены по поводу ее, значит, этого хрючева. Ну, конечно же, хомяки некоторые записывают, тут же собираются идти готовить точно так же, как Уралочка по ее рецепту. Но, ребят, я заглянула на дзен к Уралке как раз-таки по вашим советам и почитала там комментарии. Ребят, это что-то с чем-то. Комментарий волонтер от Собеса. Это что-то. Некая Алина Астрова или Острова написала. Мужчина, который помогает. Он кто? Волонтер или от Собеса? Ну, и дальше ответы. Завидуй молча. И Амельченко даже написала от Собеса. Ну, и дальше, ребят, чему тут завидовать? Хочется обнять и плакать. Вы нормальные, чтобы писать подобное или с головой уже проблемы? Ну, и дальше Мария Иванова написала. Геронтофил, однако. И Алина Астрова спросила, а кто это геронтофил? И Машенька ответила, тот, кто пожилых тетушек волонтерит. Ага. Так значит, это любовь. Да, значит, любовь. Вам виднее, Маша написала. Со временем такие волонтеры тусят в упомянутом вами Собесе. В очереди за пособием на погребенье. Ага, Кишло Собес, Галина Гоголина ответила. Ну, и в надежде ответили во, наконец-то, зерно правды. Ну, она же ответила же, Амельченко, что Собеса. Короче, ребят, я долго смеялась про волонтер или от Собеса. Ну, потому что, знаете, рядом с Уралкой, особенно вот я посмотрела вот этот Иркин видеоролик, где Сафарик там по этим лазалкам ползает, да, кувыркается с Исраилом. Вот они ведут себя реально вот как дети, а бабка сидит как эта туча на лавке. Вот реально даже не как мамка, а просто как самая настоящая бабка. Поэтому и спросили, волонтер или от Собеса. Вообще, ну, на мужа он никак не тянет. Я серьёзно говорю, не тянет на мужа, на сыночка. Ну, правда, сыночка получается как будто на Гулинова, согласитесь, ну, или вообще на внучка. А если так со стороны посмотреть на них, то там серьёзно не поймёшь. Потому что разная национальность – это раз, разный возраст – это два. И посмотришь, и ещё задумаешься, кто они друг другу приходятся. Но я, опять же, ребят, вспоминаю ярмарку, как Уралка постоянно хвасталась, что у неё муж из Таджикистана. Помните, как говорила? Уехал в Таджикистан, и Сафарик бедный, он прям готов был, наверное, сгореть со стыда, когда рядом с ней появлялся. И когда она говорила, что муж, да, муж, муж не сынок, это муж. Дальше Уралочки уже на Ютубе написали. Термоядерная смесь. О, ребят, это как раз-таки хорошее название для Уралочкиных вещей. Это действительно термоядерная смесь. Кислый щавель, капуста, плюс ещё пол сковороды помидор. Ну, я вообще не представляю. Да ещё туда зелень и приправы. Я не могу представить, как это вообще можно есть. Ну, Сафарика, видимо, спасает только мясо. А остальное, видимо, с трудом будет залетать ему в рот. Хотя я вот в последнее время на него смотрю, он что-то как-то ничем не брезгует. Жрёт всё подряд. Просто там уже желудок растянут. Мы с вами его, ну, кто смотрел, видели у Ирки на канале. Они одинаковые, такие пузатые стали вместе с Исраилкой. Поэтому я не удивлюсь, что ему только так это хрючево будет залетать точно так и вылетать. Дальше в Уралочке про ногти тоже написали. Ну, конечно, рассказ про ногти – это очень увлекательно. Ну и ответ. Тем более, что пару дней уже вышло видео с новыми ногтями. Ребят, видать, опять она ободрала на даче, перетрудилась. Видимо, полола, но просто нам ещё не показали. Ну и дальше как раз-таки всё-таки заметили на канале у Уралочки про карточки и Абдугани. И зачитаю вам комментарий. Ты почему про Абдугани всё рассказываешь? Карточки ты ему сделала. Зачем ты это делаешь? А вот действительно, когда Уралка говорила про английский язык, что якобы Абдугани получил четвёрку, она также сказала, что ой, помогали они там с Сафаром, хотя они оба не в зуб ногой, но сделали ему карточки. Уралка сделала карточки. То есть она заявила на весь мир, что она ему сделала карточки, он получил четвёрку, и получается, что, опять же, Абдугани тоже не в зуб ногой, что даже карточки сам сделать не мог. И она об этом, опять же, говорит, то есть выставляет пацана на посмешище. То, что она себя выставила дурындой и тупицей в английском языке, но это, знаете, уже и так понятно, тут не только в английском, она-то и русский не знает, но постоянно высмеивать пацана, при этом рассказывая нам, какой он мудрый, какой он умный, как его хвалят, что остаётся на второй год, но, ребят, это уже вообще никуда не годится. Дальше, ребят, хорошо прокритиковала Уралочку Лариса Бричковская. Она написала, курей пробовали завести, мне понравилось, ну, это Уралочка так говорила, и мне бы понравилось. Сафар кормил, поил, а ты только командовала. Ну, и дошло до того, что ещё пришлось и покупать, докупать этих несчастных кур, потому что непонятно, куда девались свои. Ну, а вот и про корову написали. Я про свиней говорила, а здесь прям и корову вспомнили. Написала Жанна Ярошевич Уралочки. С таким мужем, как Сафар, тебе, Ольга, можно и корову, и быка держать. Вот если бы ты ухаживала за животными, я думаю, тебе бы ничего не захотелось. Комментарию поставили 100 лайков. Не знаю, ребят, но чё-то мне кажется, что Сафар стал прям никудышним работником, никудышним хозяином, ну, хозяином-то его Уралка, назвала ещё раньше, давно, ещё, по-моему, в прошлом году. И он тогда ещё нос задрал. Он хозяин там всего. Ну да, он же её муж. Муж по сценарию уральского сериала. Он у неё муж, любимейший муж, да. Ну, пусть фиктивный брак, да, пусть у них договор трудовой, но брак-таки, я думаю, и есть. Так вот, ребят, чё-то он как-то обленился. На даче работать не хочет. Всё как-то тяп-ляп и готово. Сейчас чуточку зашевелился. Посмотрим, ребят, ради чего он зашевелился. Когда-то я говорила, что шустренький стал. И явно чё-то к цели уже подбирается, к какой-то такой классной цели. И да, мышенёха тут же была куплена. Сейчас, смотрю, тоже подплясывает под удочку уралочки. Значит, уже есть и ещё одна какая-то, ребят, цель. Ну, а дальше, ребят, читаю комментарии от Евгении Руссу, которая написала, что-то вы совсем забросили свой канал, кормите старыми видосами, как минимум уже пятый день, а в воскресенье и вовсе прогуляли. И в ответах, слушайте, заговорили про обзорщиков. Ну, ответ был сначала, в новой квартире ремонт делают, ну и дальше, а вы, видимо, в воскресенье скучали. Ох, как ждали видео, но обломались. Ну, и Евгения ответила, что вообще места себе не находили и спереживались. Не мы, а ягодичные ждали. Вот кто ждал. Затухните совсем без их роликов. Ребят, ну, во-первых, ягодичные – это уралкины. Я думаю, хомяки, они так плотненько у ягодиц уралочки сидят, наверное, балдеют, балдеют сидеть как раз-таки именно возле ягодиц, потому что места много, за ягодицами уралки можно спрятаться десятерым и выскакивать, и как шавки подзаборные тявкать. Ну, а вообще хочу сказать, что мы-то не затухнем. Совершенно никак не затухнем. У нас всегда найдётся, кого обсудить. А вот кумирша уральская как раз-таки с голодухи, с голодухи будет пальцы свои обсасывать, потому что жрёт она исключительно за счёт Ютуба и Дзена. Ну, потому что ни один из них больше ни на что не способен. Одна – стоять хрючево варить и пожирать его. Вот главная способность. Второй – ржать и камеру держать. Ну, иногда полоть за подачки от мамки или бабки. Мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. На этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.